В нашей компании мы делаем разные сервисы, разные визуализации, и у нас есть определенные требования по визуализации большого объема данных и по визуализации какой-то сложной логики на форте, потому что мы помимо сервисов визуализации делаем еще и всяческие инструменты для аналитиков, где нужно показывать, сравнивать слои. В общем, нужна какая-то кастомная сложная логика. Вот такие примерно сервисы мы делали. Так это все выглядит. В общем, все красивенько и хорошо. В общем, как я сказал, у нас проблема на фронте всегда – это довольно много данных, и не все картографические библиотеки подходят для того, чтобы визуализировать большой объем данных на стороне браузера, и у нас есть какая-то сложная логика всегда, когда нужно по-разному отображать слои в разном контексте. Мы давно очень используем библиотеку Mabox.js. Это картографическая библиотека от Mabox. Она работает в браузере и рисует карты на WebGL. WebGL – это стандарт, который в браузерах поддерживается последнего поколения. Он рисует всю картинку на GPU. Mabox.js поддерживает векторные тайлы. Нам это очень хорошо подходит, потому что мы собираем данные в PostGIS, там храним большие массивы данных, и потом уже с помощью своего стэка его доносим на клиент с помощью векторных тайлов. То есть мы рендерим данные из базы прямо в тайлы к их кишуры, и у нас все хорошо. Mabox.js хорош тем, что он очень производителен, и он очень нам подходит, потому что поддерживает декларативное описание стилей. Это значит, что мы можем просто описать нашу карту, ее внешний вид с помощью JSON обычно. Ну, примерно так это выглядит, если кто не видел. А, тут анимации нет, конечно. Ну, красивые все дела. Вот. Когда мы начали разрабатывать наш стэк фронта для визуализации карт, мы смотрели на готовые решения. Мы используем на фронте React – это библиотека для декларативного описания вашего приложения. И было уже на тот момент две готовые библиотеки. Одна от Uber и одна от Alex 3165. Это довольно неплохие библиотеки. Они, в принципе, решали все наши проблемы, кроме того, что, во-первых, это было сделано не нами, что это уже не классно, не интересно, всегда хочется что-то самим запилить. И там были какие-то ограничения. В итоге мы написали свою библиотеку на основе варианта от компании Uber. Вот здесь ссылочка на GitHub на наш. Можно посмотреть. А что это показывается там? Ну, это, по идее, здесь должно было быть видео. Это визуализация одного из наших проектов последних. Это, по-моему, карта плотности. Нет, не карта плотности. Не помнишь, Сережа, что это? А, карта плотности, рабочих мест и отношения? Отношения рабочих мест, да, к жителям по Москве. Можете зайти на сайт agglomerations.ru, там можно посмотреть по разным условиям. Так примерно выглядит код подключения библиотеки. Наша библиотека опубликована на IBM. Так ее можно подключить. Не знаю, кому это интересно. Понятно, что тут нет. Библиотека поддерживает определенные наборы параметров, которые позволяют декларативно описать текущий вид нашей карты, где она расположена, на каком зуме, с каким наклоном и углом поворота карты. Она позволяет экспортировать изображение в картинку и поддерживает каллбеки для пользовательского ввода. То есть можно менять положение карты и сохранять это куда-то в другое место. Встает какое-то приложение. Все. Вот ссылка на гитхаб. Приходите, если интересно. А примеры какие можно показать? Ну вот примеры. Даже в самом начале у нас было. Вот это сделано с помощью нашей карты. То есть там внутри используется библиотека Mabox.js. Все эти визуализации сделаны на ней. То есть используется наш компонент с картами. А что она добавляет к Mabox.js? Mabox.js она добавляет обертку, которую можно использовать в React. React это такая библиотека для фронта, которая позволяет вам декларативно описывать состояние вашего приложения. То есть вместо того, чтобы самому руками писать каждый раз, как бы наша карта выглядела в разных контекстах, мы можем сразу определить какие-то правила и как-то настроить наш поток данных, который бы нашу карту трансформировал в зависимости от пользовательского поведения. То есть когда пользователь кликает по слоям, то у нас карта сама это все будет переключать. И это проще кодить в итоге. А вот исходные данные для этой карты, их нужно подготовить только в системе Mabox или можно как-то самому перед ней сделать из какого-нибудь шейп-файла? Да, данные можно использовать из любых источников. Фишка в том, что нужно их в итоге описать как стиль Mabox.js. То есть это обычный JSON, но данные можно туда подгружать в формате GeoJSON, можно отдавать туда векторные тайлы. То есть она может грузить данные из какого-нибудь другого сервера? Да, да, конечно. И фишка в том, что нашу библиотеку, ну в принципе как Mabox.js, можно использовать без инфраструктуры Mabox вообще. То есть можно не указывать токен и брать там данные со своего сервера. подложку можно делать как векторную, так и растровую. Но мы используем векторную подложку. А для векторной вы свою машину? Да, для векторных тайлов мы поднимаем свой небольшой микросерв, который нам из базы отдает векторные тайлы. А вот у вас есть какие-нибудь бичмарки по пользователям, которые там отвалились просто из-за веб-чуреи? Нет. На самом деле мы сразу, когда вышла эта библиотека, стали ее использовать. И потому что у нас стояли требования о том, что нужно показывать большой объем данных. и Eleflet, допустим, в нашем случае не подходил просто потому, что он не выдержит такую нагрузку. И да, у нас нет никакого фоллбека на Eleflet, потому что мы просто отрубаем всех пользователей, у которых нет в Agile.